На этой неделе на повестке дня снова появились политические дискуссии, такие как вопрос о Греции. Но инвесторы будут оценивать и фокусироваться на ситуации в Китае и на развивающихся рынках. Холгер Шмайдинг, Беренберг Банк. Вчера Европейский Центральный Банк решил оставить процентные ставки неизменными. Представители банка сказали, что их политика эффективна, просто им требуется время. Как вы считаете, сколько времени им потребуется и когда ЕЦБ сможет реально изменить свое направление монетарной политики? Как правило, монетарная политика требуется от шести месяцев до года, чтобы проявить себя. И в этом контексте представители ЕЦБ абсолютно правы. На это действительно потребуется определенное время. В течение следующих шести месяцев нам предстоит проследить за тем, изменятся ли ожидания бизнес-сферы и улучшатся ли показатели кредитования. Если так и произойдет, то Европейскому Центральному Банку не придется предпринимать дополнительные меры, вдобавок к обширному пакету мер, который был представлен в марте. На этой неделе были опубликованы данные индекса Z и W в Германии и Еврозоне, которые превысили ожидания. Какая ведущая сила скрывается за такими положительными данными? «Исследования индекса Z и W концентрируются в основном на участниках финансовых рынков. Потому очень часто на результаты этого исследования оказывают влияние то, о чем говорят участники финансовых рынков. В течение нескольких последних недель мы наблюдали рост стоимости акций. С экономической точки зрения за этим скрываются беспокойства по поводу ухудшения экономических показателей Китая, по поводу эскалации кризиса на развивающихся рынках и по поводу возможной рецессии США. Некоторые беспокойства, которые потрясли рынки в январе и феврале этого года, уже отошли на второй план. И в результате мы видим, что сейчас прогнозы для многих экономик выглядят более оптимистично, как считают многие профессионалы. Уровень безработицы в Англии вырос впервые с середины 2015 года. Можно ли сказать, что положительная тенденция на рынке труда постепенно угасает, или же работодатели просто воздерживаются от найма до тех пор, пока не прояснится ситуация с выходом Англии из ЕС? Последние данные были довольно волатильными. Они были недостаточно слабыми для того, чтобы говорить о кардинальном изменении положительного тренда на рынке труда Великобритании. Но тем не менее, сейчас мы действительно наблюдаем на рынке труда, и об этом также говорят результаты бизнес-исследований, что в преддверии референдума по поводу выхода Англии из ЕС работодатели стали вести себя более осмотрительно. Пока что я бы не стал переоценивать влияние этого события. Ещё рано говорить об этом. Но, вероятно, неуверенность, связанная с референдумом, уже оказывает влияние на экономику Англии, в том числе и на рынок труда. В марте объёмы продаж на вторичном рынке недвижимости в США восстановились и превысили ожидания. Это говорит о том, что процесс восстановления рынка не прекратился. Но мы видели признаки того, что рост экономики остановился в первом квартале. Что вы думаете о текущем состоянии экономики США? Я бы не уделял слишком много внимания данным об уровне ВВП США за первый квартал. В течение нескольких последних лет первый квартал традиционно был очень слабым. А затем следовало восстановление экономических показателей во втором квартале. Я полагаю, что в этом году мы видим точно такую же картину. Фундаментальные экономические показатели, такие как показатели рынка труда, потребительского кредитования и показатели рынка недвижимости, всё ещё довольно сильные. Мы по-прежнему наблюдаем довольно солидные показатели спроса на рынке жилья, и мы ожидаем, что в будущем рынок продолжит постепенно усиливаться. И последний вопрос. Какие ещё события и публикации оказали влияние на финансовые рынки на этой неделе? На этой неделе на повестке дня снова появились политические дискуссии, такие как вопрос о Греции. Но они не оказали значительного влияния на рынки. Мы также видели небольшое улучшение уверенности потребителей в еврозоне в четверг. Но этого также недостаточно для того, чтобы изменить ситуацию на рынках. Я считаю, что на данный момент мы находимся в режиме ожидания. Рынки практически не реагируют на индивидуальные публикации данных. Рынки пытаются оценивать картину в целом, в частности, если это касается ситуации в Китае или на развивающихся рынках. Холгер, спасибо за ваши комментарии. На этом наше время подошло к концу. С вами была Луис МакКолли. Всего доброго.